С жителями Одинцовского района Оксана Пушкина встречается регулярно, в конце каждого месяца. Вести прием населения в нашем районе ей помогает руководитель местного исполкома «Единой России» Андрей Терехин. Первыми за помощью обратились Елена Пшеничная и Сергей Чученко. Их волнует проблема незаконного изменения статуса одного из товариществ, собственников жилья в Горках-вторых. По свидетельству инициативной группы, посредством сомнительных манипуляций, дачное товарищество некорректно перерегистрировали, в связи с чем люди начали лишаться своих участков. Депутат подсказала активистам оптимальный алгоритм действий для решения данной проблемы. Следующая на прием пришла Светлана Иванникова с просьбой оказать ей помощь в улучшении жилищных условий. У Светланы четверо детей. Она ютится с ними в общежитии в одной комнате. При этом жилье признано ветхим, потолок протекает, полы сгнили, повсюду плесень, от которой у одного из детей уже началась аллергия. Но речь о переселении пока не идет. Вы в очереди стоите? Сколько уже стоите? Ну, конец 15-го. Не так давно? Да. Но жить уже здесь невозможно? Невозможно, потому что у меня уже у ребенка пошла аллергия. Он уже начал постоянно подкашливать. Справки есть? Надо собрать справки. Надо собрать справки. Первое. Вы должны доказать, так работает закон. Вы должны доказать, что здесь жить невозможно. Оксана Пушкина подсказала Светлане, как решить ее проблему. И пообещала лично проконтролировать ход этого дела. Многодетные матери – частые гости в приемной Оксаны Пушкиной. Довольно часто они обращаются не столько за помощью, сколько за советом. Так к депутату обратилась Майгуль Завражина. У нее аж семь детей, которых она воспитывает одна. Именно будущего детей и касались вопросы Майгуль. Например, в какое военное училище лучше поступить сыну? Многодетным матерям парламентарий старается помочь в первую очередь, исполняя обязанности не только депутата, но и психолога. Ни один вопрос Оксана Пушкина не оставила без внимания и пообещала приложить все усилия, чтобы решить трудные проблемы, с которыми обратились к ней жители.